Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии загалов Seedmare Civilization 6 на уровне сложности Божество. При условии, что первым десяти цивилизациям я обязан объявить войну сразу же и не мириться с ними никогда. Во-вторых, я выложил сейв первого хода у первой серии, то есть вы можете параллельно со мной, собственно, проходить и рассказывать, как у вас все происходит и чем у вас отличается прохождение от моего, я думаю, так даже интереснее будет. Ну, спонсоры канала все серии видят сразу, спасибо им за поддержку большое, а для всех остальных я вот выкладываю потихоньку и еще сразу предупрежу, эту серию я записываю после нового года, после новогоднего перерыва, то есть предыдущая серия была до нового года, сейчас в новом году и немножко, конечно, я могу потеряться вообще в том, что тут происходит. Так получилось, пришлось небольшую паузу сделать, сказать, всех с наступившим, хотя, я думаю, вы это уже смотрите где-то далече от самого нового года. Ну что ж, выключаю свою рожу, давайте продолжать. Зачем я сделал этого поселенца? Куда-то сюда, по-моему, да, вот на этот остров и на этот остров я собираюсь их. Ну вот этот у меня плывет точно один. Так, давайте, ладно, выберем героический век в Австралии. Уничтоженный в бою корпус. Вряд ли сейчас еще будут корпусы. Еще рановато. Наверное, здание промышленной эры. Потому что, опять же, торговые пути мне некуда отправлять. Новый континент или чудо-природа. Давайте вообще глянем, сколько мы континентов. Четыре. А чудес мы сколько нашли? Возможно, вот стоит то взять. Чудо-природы. Одно только. Блин, ну с другой стороны... Ну, в общем, у нас два варианта. Либо... Либо здесь живут драконы, либо пульс паровой машины. Тут за каждый новый континент чудо-тре... Давайте попробуем, здесь живут драконы все-таки. Мне кажется, вполне можно... Так, это я случайно подставил своего рабочего, я помню. Ну, короче, у нас тут практически все обработано. Но у нас проблема в том, что Греция забирает Гонконг. С этим надо что-то делать, конечно. Если я подойду... Ну, Кирасир, мне кажется, должен убивать арбалетчика. Ладно, давайте не будем лезть тогда. Ремонтируем рынок. Разлив реки был. Господи, реально, что у меня обрабатывать? У меня все сделано уже. Вот здесь я только вижу пока отсутствие рудника. Хотя тут у нас, скорее всего, будет... Этот... Кампус. Ну, ладно, пока рудник поставлю. И здесь тоже рудник поставлю. А все остальное... Ну, вот тут, смотрите, клеточки. Надо обрабатывать. Я набрал кучу рабочих, потому что заканчивался... О, кстати, можно еще... Губера. Ну, я бы уже Амани взял до конца. Какой город посадить? По лояльности давайте глянем. У нас, по идее, не должно быть проблем с лояльностью, потому что ни Греция, ни Россия в Золотой век не вышли. Ну, что, в Соликамск, что ли, сажать? Потому что Ротамагу слишком мало жителей, чтобы нужно было жилье и счастье. Соликамск, кстати, у нас не работает во многом, потому что он считается, видите, оккупированным. Слушайте, может тогда Амани реально в ГГшку какую-нибудь отправить? Волен. Кстати, Волен, почему нет? Почему нет? Давайте-ка... Первого посла... Я сейчас возьму... Подожди, а где он находится? Может его... Блин, там Греция начнет и на Волен нападать тогда. Ну, а чем плохо? Пускай. Пускай нападает. Так что давайте, первый посол. Делаем пока так. Отправляем в Волен. И туда Амани, это два посла. Вот, видите, заменяет двух послов. Волен... А, блин, когда войну ведешь, так, надо все-таки одного туда послать. К сожалению. Я забываю. Это какая-то немножко странная. Вот, вы считаете, это... Ну, то, что ты не можешь отправить посланника своего губернатора вот в город государства, и ты с ним войну ведешь. Для меня это наоборот. Это могло быть... Может быть такое, ну, изменение движения города-государства. Типа, он тебе... Сланник туда отправляешь его, и он договаривается с местными, чтобы не воевать. Вот как-то так. А Волен дает очки полководцев и флотоводцев в размере 25% силы противника, если ты убиваешь юнит. Ну, то есть, например, у нас кавалерия... Давайте глянем, сколько там кавалерия силы. 62 базовая мощь. То есть, это дадут 31, где-то 15 или 16 очков генерала, получается. Так, а что мы вообще открыли? В социальных политиках национализм. Это, значит, можно... Все-таки корпуса уже начинать делать. Да, и я, по-моему, в каком-то... Где-то я хотел военный лагерь поставить. Если не... Если не поставил даже. Вот у меня военный лагерь в Адуатуке. Так, в Адуатуке оружейную надо. Откладываем порох, потому что это как раз оружейное ускорит. Нам, несомненно, надо влитье в бомбарды в пушке. Или астрономию лучше. Или вообще авиацию. Я же могу сейчас авиацию... Нет, авиацию не могу. Давай тогда астрономию пока. Так, оружейное. Отлично. Венецианочку. Мы тут венецианочку построили. Ну, я бы еще... Капер хотя бы здесь... Сделали сразу в фабрику идти. Плюс 10 производства. Капер сколько строится? Блин, я не поставил опять на плюс 100%. Вот это надо было поменять на 100% к этим кораблям. Я могу что-нибудь тут быстро открыть? Строительный инженер и один ход. Ну, давайте откроем. Значит, тут все-таки капер. То есть, два хода. А мог за один, блин, строить. Так, в Дива Дуре. Шпион 5 ходов. Соседство тут слабенько. Я бы тут фабрику не... Тут давайте верфь. Так, наверх у меня капер... Тут строится еще, да, гавань? Давайте так. Я разграблю вино. А этот капер тогда вниз. Правительственная площадь строится. Оба капера вниз. Но я тут не могу ничего разграбить. Так, что с производством? В Соликамский храм. Гурдвару покупаем. Видите, город захвачен, он расти не может. Я неправильно говорю, что работает, конечно же, но он расти не может. А, кстати, оружейную строим, чтобы тут юниты покупать и корпуса делать. В общем-то, давайте, значит, арбалетчика в Самарабриву отправим, чтобы объединять корпус, делать. У нас тут еще юниты. Вот есть. Блин, бы я апнул, конечно. Недалеко уровень. А, ну, в общем, пока латников покупаем. 135. Да, две штучки куплю. Одного сюда поведу, объединять. Несердно то, что тут уровня нету. Так, окей. В Соликамский что строить? Нет, собор Василия Влаженного. Абсолютно. Ну, давайте тут шпиона как раз. Вообще непонятно, что делать. Опять рабочие. Я вообще не знаю, что рабочими делать. Эти тут обработают аквакультуру. Уголь. Кстати, уголь мы уже добываем. Еще тут уголь. Давайте потихоньку сюда ввести. Но у меня вообще все клетки обработаны. Вот еще не обработаны. Ну, кстати. Давайте здесь. И этих подведу. Я бы тут, наверное... Хотя равнина... Не, наверное, просто плантацию поставлю. Тут можно ферму сделать. Так, латник лечится. Очень много армии, но пока как использовать, непонятно. Тут просто, наверное, постоим. Но я буду лян, наверное, пересаживать по всем... По всем городам, когда там аквакультуру сделаю. Так. Сейчас ищем источники в Кнососе. Пока не могу ничего обработать. Постоим. Так. Ну и этого поселенца... Сюда поведу. Тут, кстати, даже пустыня есть. То есть у нас тут священное место встанет более-менее. Так, требушет лечится. Латник лечится. Просто стай. Или подводить может. Ладно, давайте этим требушетом сюда и латником сюда. А этот лечится. Хотя под вулкан... Вулкан-то не действующий. Он не будет сейчас извергаться прямо. О, кстати, надо будет руинки собрать капером. Разграбим вино. Пойду к руинкам. Ой, как мы тут качественно, конечно, заехали. Кайф. Так, тут мы все разграбили. Не, сам кампус еще. Сам кампус. Стоим. Одесса Бабе даже не думает строить стены. Или вообще кого-то посылать, чтобы с моим этим всадником разбираться. Ну, я вот хочу на этот остров точно поставить. Город. А второй посел сюда пойдет. Так. Да, я вот случайно встретил Грузию. Что завело меня в нормальный век вместо темного. Стойно спрашивают. А чем? Разве нормальный век лучше темного? Ну, вот так в шестой циве получается. Потому что в нормальном веке вообще никаких бонусов у тебя нету в принципе. И выйти ты потом можешь только в золотой. Ну, или в темный нормальный. Ну, то есть, после этого. А в темном веке, во-первых, у тебя есть карточки, которые хоть и дают штраф, но при этом еще и дают бонус. И причем, ну, так карточки сделаны, что в принципе ты всегда можешь выбрать какую-то хорошую. Во-вторых, ты можешь после этого выйти в героический, где у тебя будут три бонуса. Осадная башня была. Блин, я где тут осадную башню я оставил случайно. Так, голосование выдваивает очки этого класса. Но я бы на промышленных, конечно, поставил. На инженера. Плюс сто процентов к бонусам. Ну, и тут на культурной, конечно, у меня кумаси все-таки. Но тут я никак не могу на это влиять. Тут уже зависит от того, как компьютеры проголосуют, конечно. Не начисляются торговцы. Ну, и пофигу. Плюс сто процентов в торговый город-государство. Тоже пофигу. Так. Чудес света. Фермы на холмах можно строить. Вот это, значит, меняем на сто процентов морских юнитов. Хочу каперов реально. Я буду как викинг такой носиться. Сто процентов промышленная зона, священное место, либерализм и республиканское наследие. Это я бы оставлял. Соседство кампусов плюс 10. Ну, неплохо. Но, тем не менее, все-таки у меня счастье важнее. А тут возвращаем обратно на строительство шпионов, на создание. Так, значит, тут аквакуультура. Тут аквакуультура. Так, Гонконг. Выглядит, что должен отбиться. В принципе. Давайте, наверное, встану арбалетом. Вдруг он проатакует немножко. Типа отвлечется от Гонконга. Тут пойдем уголь пытаться обрабатывать. Здесь арбалетом сюда идем. Объединить может три бушета. Я бы объединил. Этих латников. Так, ускорили мобилизацию. Есть оружейная построена. Ну, тут, кстати, угольная не так уж и много. Как у нас вообще соседство с апидами? Давайте глянем, где нам надо. Так, тут плюс три. Тут вообще, что ли, плюс два. Плюс пять. Вот тут точно нужны угольные. Прямо сто процентов. В Багакуме фабрику и угольную строим. В Терване тоже. Фабрику и угольную потом. Наверное, в Адуатуке. Блин, ну тут фабрика и так будет действовать. Я бы тут, наверное, все-таки не делал. А рурочка, рурочка, рурочка. Рурочка вот здесь возможна, кстати. Построить фабрику 20% за каждый рудник и каменоломню в городе, ребята. Это будет круто. И строится рядом. Если есть фабрика, промышленные зоны соседства и на реке. Да, у нас вот сюда рурка ставится, если мы тут фабрику построим. Это надо делать. Я думаю, может, Амани прокачивать. Давайте попробуем Амани прокачивать. Ну и тут на изобилие зарубежный инвестор и кукловод. Потому что мне нужны хоть какие-то города-государства, с которыми я могу союзничать. Гонконг и Кумаси, я думаю, я уже не отдам. Или по количеству... Шпионов, которые у меня есть. О, плюс три очка, пожалуйста. Нашел чудо, плюс три очка за счет бонуса стремления. Так что это я очень... Правильно. Почему у Греции никакие прибрежные клетки не обработаны? Мне вообще нечего грабить. Почему разграбление вина веру дает? Я не понимаю, как это вообще работает. Так, и этих капель... Кстати, у меня теперь двойное количество... Морских юнитов во всех городах строится. Что-то мы в Наведуне пока закончим. Да, тут вообще мало дает. Ну, значит, верфь. Пожди, а кампус? Кампус всего лишь плюс два. Ладно, наверное, сначала верфь. Что-то я, кстати, по науке реально плоховато. Блин, надо решить где-то тут кампус ставить. Я бы, наверное, вот сюда ставил. Вот туда надо рабочего везти. Кто тут поближе? Вот этот. Вот здесь надо кампус делать в Наведуне. Потому что тут рудники, которые хоть какой-то бонус соседства дают. Пока ничего не делал. Кстати, а может в Давидоре тоже подумаем, где нам кампус? Во, плюс два. Блин, ну тут рудник. Жалко убирать рудник, честно говоря. Плюс один здесь. Ну, кстати, давайте здесь, наверное, кампус. Плюс один, конечно, всего лишь, но тем не менее. Давайте поставим сюда кампус. И сюда кампус. Нет, подожди. Вот сюда. Сюда я хотел. Тут вот плюс четыре ставится. Плюс пять. Ну, надо будет сюда ставить, конечно. Блин, кампус плюс пять. Я бы, наверное, даже сразу с кампуса начал. А не с опида. Может, ну, это квидук. Давайте здесь кампус на плюс пять ставить. Ну, грузинские напевы пошли. Этим всем латником будем юниты покупать. Ну, давайте. Здесь латника. Так, тут что-то арбалет просто в защите стоит. Давайте, наверное... Так, подожди, я, по-моему, для этого арбалета веду, да. Значит, для этого надо купить. Поэтому я не вижу арбалеты. Как всегда, лежу в книгу, вижу фигу. Луиша фигу. Этот лечится, парень. Окей. Так. Этого кайпера сюда отправляем воровать... Эээ, грабить. Этого кайпера кое-нибудь сюда. Кстати, могу рабочего захватить. Кайперы даже рабочих захватывают. Другое дело, надо ли, может, мне лучше... Ну, а почему нет, собственно. Потому что странно это отображается, правда. Так, где я хочу ставить? Мне кажется, вот тут в центре. До этого краба дотягиваюсь. Раз, два. До китов дотягиваюсь. До этих двух рыб только не дотягиваюсь. До этой рыбы дотягиваюсь. До этой не дотягиваюсь. Ну, мне кажется, центр. Главное, что киты и кофе мы захватываем. Вот сюда. Кравеллы я бы тут постоял, чтобы засветить, чтобы барвары не появились. Занзибар. Блин, у меня в два раза сила больше, чем у Грека. Следуйте, астрономию тоже мог сделать. Давайте пока две полевые пушки на следующем ходу будет отложить это дело. Ну, астрономию я сейчас открою. Поэтому там можно будет тогда исследовать. Так, рынок починили. Пошли. Пошли компуса улучшать. Ну, не должен Гонконг падать. И все, конечно, не подведет сейчас еще каких-нибудь юнитов. Отлично. Гонконг даже убил ему. Отлично. Нормально. Держимся. Так. Значит, колониализм. Объединили. Тут лечимся. Тут идем сюда. Уголь обрабатывать. Захватит опять рабочего. Ну, и пофигу. Говоря. А Инк с греком не воюют? Нет, жаль. Зато Эфиоп с Вавилоном воюют. Отходим инквизиторами. Отходим. Ну, тут, видите, несутся, блин, казаки. Но я думаю, что корпуса... Хотя вот тут даже встану, мне интересно. Он должен сейчас его атаковать. Посмотрим, как это будет больно. Давайте здесь еще латника. И здесь латника. Ага. Не хватает железа, да? Да. Ну, мне тут надо кого-то держать вообще-то. Иначе сейчас вот ворвутся казаки. С другой стороны, здесь они, по-моему, не имеют такой силы, как вот тут, около своих границ. Поэтому хотят врываться. Хай врывается. Так, пошли дальше в баллистику. А, и мне нужен будет военный этот. Два форта надо построить. Да, ну, надо сначала... Надо сначала военного инженера, потом будем рурку. Универ. Тут, наверное, сюда встану, чтобы соседство было от способности Галла. Наверное, так вот выйду. В надежде, что я туда пролезу еще корпусом. Ну, и тут встану, если он все-таки будет сюда идти. Еще и требушетом буду стрелять. Равнина, лук. Ну, пойдем, наверное, сделаем там... Последний заряд остался. Сделаем ферму. Тут вообще еще раз, два, три. Тут больше аквакультуры, кстати, и негде делать. Может, тогда пересаживаем? Я бы поменял местами Рейну и Лян. Да, меняю Рейну и Лян. Давай в Багакум. А Рейну в Тарванну. Так, ну, тут явно сейчас уйдет счастье на это время. Ну, что поделать? Тут, кстати, пока и довольствия, и жилье хватает. Нормально. Ладно. Ну, и, соответственно, в Багакум перевозим рабочих. Когда приедет Лян, чтобы сразу там обрабатывать. Театральная площадь в разработке. О, кампус пограбим. Отпеть науки, вообще неплохо. Так. Нанмадол. Вавилон. Вот этих надо. Лагерь разграбить. Так, а не рабочего захватывают. Там все равно некуда тут деться. инквизитор стоит тут я хочу болото убрать надеюсь не захватят этого рабочего блин вообще грек нифига не а вот это есть при этими этих управляю на другой континент делать кругосветку ну и континенты находить а кто значит засвечиваем эту территорию чтобы здесь не появился лагерь варваров варвары так занзибар нехило прессуют а так этого я отправлю руинку собирать но хотя давайте немножко по атакуем мушкетера какая разница но опыт получаем ну никуда не деться этого этого рабочего бы захватили в любом случае так гонконг потихоньку восстанавливается зашибись да у меня проблема отсутствия селитры собственно поэтому и захлебнулась атака на россию блин а у меня здесь сейчас караван может чуть не добили не добили блин и сейчас караван у меня ай-яй-яй кстати по ходу этого мы убьем блин чуть-чуть не хватает но я про атакую все равно не хотя могут убить ладно не стоим не хватает железа мне еще одного латника надо буквально из из каперов не хочу корпуса делать нам по одиночке нормально по исследовать так вот у меня тут перекупили нет а магадиша магадиша не боюсь со мной больше убираем болото отлично раз и еще будем и там и там можно будет кампус начать строить тут нас стоим ждем прибытия лялян продолжаем грабить кампус блин тут так что смотрите этими вулканами обстреливаю надо сюда всеми каперами плыть ну не всеми а большинством там вот у нас дофига всего можно пограбить так здесь и тут рыбацкая лодка да наверное этим капером вот это разграбим тут дальше поплывем это вот вот где австралия ничего себе я чё думал что где-то отсюда он приплывал а у нас вот где австралия он сосед грека и со всеми в отличных отношениях конечно всегда почему так вот австралию все любят в игре реально там вот македонского плохие отношения там у венгра плохие отношения у вавилона кстати по-моему плохие отношения честь вавилон что только эфиопа встретил прикиньте вавилон только встретил эфиопа и они тут в эфиоп хотя бы а эфиоп только вавилон но в россию понятно и меня вавилон и эфиопа вообще такие отдельно отсек господи сколько тут варваров просто гонконг перекупили но и пофиг сейчас мы его обратно да серьезно подожди а как он откуда у него очки а его выкинула сначала из гонконга вон туда походил вот как получилось так а нафига мы колониализм открывали честно говоря честно говоря нафиг надо мы его открывали так вот морских я наверно уберу угля у меня пока завались идет так что вот это я бы не ставил уничтожение прошлых эпох тоже к боевой мощи не религиозным юнитом против войск иноверцев я бы вот это поставил теперь у греков тоже другая религия так делаем и забираю будет рынок грабить ничего гонконг обратно перекупим а он со мной в войне даже может мне его забрать тогда там же практически армии нету с другой стороны ладно с опидом все таки про с промышленной зоной я бы держал его минус 28 минут у меня караваны просто в гонконг перестали бегать так два форта на своей территории а у меня форты не открыты надо открыть и давайте потом банк откроем как я все-таки отстаю по наук уже инки греки ну 200 а мы вот на фоне еще плохо выглядим вот здесь кампус пытаемся восстановить так и здесь кампус военный этот и собственно ру ручку здесь построиться будет реально крутая так стоим ждем открытие фортов здесь угольная я бы наверно в магадиши отправил эти магадиши дофига денег дают объявит когда он мне войну тогда просто заново караван куда-нибудь последнего латника покупаем второго уровня не первого так шпиона этот в кносе нашел источники теперь давайте деньги тырить а нового шпиона отправим к узко к урбанизацию населением 15 очень вряд ли ну хотя тирвана тирвана могла бы в сарикамске шпиона больше мы пока не можем шпионов делать в сарикамске мало что можем делать прикольно что гесаты до сих пор доступны хотя мы уже открыли мушкетеров потому что они апаются в латников и получается дальше мушкетеров у нас нету ни железа ни этого ни селитры ладно придется тут исследовательские гранты видимо нет тут в кумасе одинаково по деньгам странно что микены не обстреливали этот капер почему классная клеточка до меха 3431 вау да почему меха да почему вино дает веру и меха дают веру почему не деньги решил янтарь не грабишь он здоровье дает а нафига оно мне не так то в жизни конечно здоровье надо но вот каперу нафиг не надо так собираем руинку о губернаторский титул это кстати прикольно это прикольно ну давайте магнуса качать на логистику избытков а где что он вообще у меня сидит в дива дуре я бы наверное я кстати давайте пересадим магнуса в адуатуку пингалу в наведун кстати а в наведу не 15 сейчас жителей будет пингалу в наведун ну и мокшу в дива дур так пингалу в наведун мокша в дива дур и магнуса в адуатуку просто он тут больше будет производства выдавать а пингалу соответственно здесь больше я вот так на еду переключу вот три чуть дольше придется но не было смысла ждать да блин тут постоянно граблю он постоянно что-то отстраивает когда уже весь кампус разграблю окончательно валерия арома в эфиопии давайте уголь уголь почему то деньги дает разграбление угля дает деньги так теперь буду театра лочку блин он там стены построил плен наверное она скорее всего всаднику медь сдает деньги да слушайте варваров наплодилось конечно ваш юнит был они в смысле какой юнит был захвачен эфиопии это караваны мне разграй ну какой вот юнит захвачен эфиопии вот это интересно а строитель ладно строитель не жалко странно шум капер не обстреливает из города давайте я тут встану хотя бы чтоб только из этого можно было вот тут я хочу апиды защищать рабочего куда он этого захваченного рабочего ведет просто удивительно перемещение конечно не хватает немножко очков интересными конечно военные лагеря стоят так высаживаемся полечим о забираем лагерь отлично блин минус 29 по деньгам я магадиши что ли стерваны в кумасе как разграбил этот казачок 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 так и стерваны в кумасе и самарабривы в кумасе эти самарабривы а блин она бегала поклон тогда перекинул тирвану эту и еще у нас доступно из-за дуатуки в гонконг и стерваны в гонконг может из бога кума в магазин магадиша у меня уже война перекупили магадите меня магадиша выгоднее всего отправлять но там постоянно перекупают на виду на издево дура отправлено и рваный самарабр наверное зарод там рекамска как-то не откуда отправить наверно давайте из адуатуки в адуатуки куплю торговца и внутренние отправлю чтобы производство получить так у меня у меня где-то был миссионер нет вот думаю вратамагус не только инквизитор тогда надо купить вратамагус миссионера так урбанизацию отложим пока что я население город с населением 15 должен вроде следующим ходом не два хода ну нормально слушайте это это очень не больно он обстреливает это всадник может потерпеть так вижу религиозную гэвешку какую-то птица Вот мою каравеллу сейчас будут обижать. Да, нехватка счастья, но это потому, что я губернаторов пересаживаю. Поэтому, кстати, наука тоже припала. Кто прокачался? Латник. Я бы тоже просто тут стоял вот так, вчетвером. Мы тут точно очень хорошо от казаков защищаемся. Так, из-за дуатуки. Наверное, все-таки на прейзу. Или надо в Конконг. Тут еще куча культуры это дает. Стоим, ждем. Это в хумаще. У нас вот из Дива-Дура нету дороги. Маховато. Блин, слушай, даже со всеми караванами минус пять уже. На другом континенте. Так, ну, я тут должен покупать рабочего и сразу обрабатывать кофе хотя бы. Так, лечимся. Стоим каравеллой. Компьютер в одном городе построил и гавань, и центр коммерции. Компьютер в одном городе. Очень интересно. Мы еще будем грабить. Хм, блин. Разграблением научных кварталов, короче, открыли осадную тактику. Ставим два форта. Так, после осадной тактики тут два форта. Это мы сделаем. А, банковское дело. Да, надо. Банки нужны. Блин, тут еще куча территории. Ну, это апается во фрегат, но, видите, у нас нету селитры. Поэтому никуда это не апается. Мали. Это у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восьмой. Вынужден объявить войну. Копа. Ну, новый континент, чудо-природа, очки устремляй. Ну, то, что тут в нормальный довольно быстро выйду, это точно. Наверное, все-таки я правильно выбрал. Так, кто там? А у него нету вообще союзных ГГшек. Ну, черт. Орсак Хас. Главное, чтобы... Иерусалим. Арабы. Вот, блин, что, постоянно большая честь познакомиться с вами. 230. Вот я так и думал, что арабы могут быть или нет. Ну, пока лидер Австралии по науке, но арабы тоже могут быть лидерами. Лидерами. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значит, еще одного останется встретить и со всеми остальными. Сейчас кругосветку я смогу сделать, интересно. То есть, есть ли проплыв? вот у меня, видите, сверху тут нету. Например. Стены возрождения точно нет. Водяная мельница. Ну, я бы не строил все-таки. Апид через два хода. Просто я сейчас вырублю тут. Нет, следующим ходом вырублю, да? Это дамбы на реке Марица, а это на реке Альяк Мон. Знаете, а давайте дамбу, наверное, построим. Сначала здесь. Мы сможем обе построить, по-моему. Да. Но она, правда, она не будет давать соседство, но, во-первых, не будет залива, во-вторых, это все-таки энергия дамбы. Дамбы не только соседство для промышленной зоны, только не в случае гала, напоминаю. В случае галов они Апидом не дают соседства. Но и электричество в будущем. Присоединяет этот город государства к вашей империи. М-м-м. М-м, это вообще интересно. Может, Гонконг мне в итоге присоединить потом? Или Магадиша вообще? Я бы Магадиша, наверное, присоединил. Тут есть драгоценные камни. Да, Магадишка, это интересная мысль. Давайте сразу куплю монумент здесь и амбар куплю. А строить будем, наверное, гавань. К сожалению, не будет на плюс... ну, блин. Здесь, конечно, тут плюс два, тут плюс два. Блин. Ладно, буду просто строителя пока строить. Не знаю, не жалко мне там выкупать клетки. Я бы, конечно, куда-нибудь сюда выкупал, но это несколько... Ах, убили все-таки. Но он молодец. Он тут мне много всего наворовал. требующим я больше никогда не просил заключить мир. Так, кого мне перекупили? Первое электричество пошло. Гонконг. Гонконг нормально. Урбанизацию открыли. Оперу и балет открыли. урбанизацию. Военная академия, морские порты истинного возрождения плюс две науки. Скидка на все улучшения юнитов. Ну, наверное, пока нет. Великий Зимбаббе кто-то построил. Так, 15 от на виду на плюс два от уголя. Капер качнем. Ну, наверное, от разграбления побережья. Так, Лян прибыла. Отлично. в рост то с кампусом плюс четыре. Ну, да, надо. Придется. Тут уйдет немножко соседство для священного места, к сожалению. Ну, то есть, будет не двенадцать, а десять. Но кампус на плюс четыре. Это кампус на плюс четыре. Сюда я не могу, потому что это там вот у нас. Так что ставим сюда кампус и аквакультуру. В городах делаем, в городе. Так, вот нафиг залочивать уже. Само будет обрабатывать. да, блин, почему убили-то? Опять союзим Гонконг. Ставим второй форт. баллистика. Баллистика и научная теория. Как мне этого рабочего поймать? Так, две пылевых пушки. Я, по-моему, следующим ходом смогу апнуть. Это пока новая естественная история. может сказать, поставить на ап юнитов. Что, у меня тут плюс четыре против иноверсора. Ну, сейчас повоевал с одним юнитом. Глянем против русского. Да нет. Пускай кумаси атакует. Давайте на скидка в стоимости и ресурсах. Просто я буду сейчас следующим ходом арбалеты апать пушки. Может, купить какого всадника еще одного и поймать уже. Давайте за веру просто куплю. Вот летучий отряд быстро бегает. О, еще и таруга и кумаси хотели летучий отряд. Совершенно забыл об этом. Проложить торговый путь. Озарение для канализации. Я вот не помню, что озарение для канализации. Два района пригород. преграды преграды мы открыли. Будь здорово. Блин, я даже сейчас открыл уже. Нормально поставил. 155 апаемся. Раз и два. Так, мародерство. Доход от мародерства на 50%. Я думаю, что вот это... То есть я сейчас апнул уже. Ну, это я не могу апнуть. У меня нету селитры, к сожалению. Я еще мог бы латников тоже не могу, потому что нету селитры. А, ну да, давайте поставим вот это на беги. А, блин, я сейчас уже не могу. Подожди, я же открыл выжженную землю. Это не честно. Ладно. Мобилизация 4. Пошли в мобилизацию. Опа, тут фрегатики. Тут надо подумать, где город ставить. 110. я реально меньше получаю денег с разграбления торговых путей, чем просто вот грабя клетки. большой барьерный лифт, плюс 3 очка. должен я выйти в золотой век, прям. Жалко, что чувак решил мне рабочего подвести. так, сюзерен, сюзерен, сюзерен. Хочется с одной стороны в торугу отправить, а с другой стороны, ну, там просто два по семь послов отправили, поэтому скорее всего скоро меня торуга войну все равно объявит. Есть нету кампуса в Тирване. Так, я хотел вот сюда, видимо. Ну, давайте. Пора уже кампуса ставить опять Гонконг перекупили, факин. В общем-то, почему-то Вавилон, нельзя, каким образом Вавилон вообще увидел, а, не знаю, почему увидел, потому что он мой, мой союзник был, но почему Вавилон все туда вливает послов, мне вообще непонятно. Какому так этот Гонконг сдался? Так, что это тут идет за апостол? Вот так встанем на защиту Ратамагуса. Так, и откуда здесь варвары? Блин, серьезно, откуда вот здесь может варвары вообще? А, слушайте, она давным-давно по-моему тут плавала. Черт, ну ладно, хочет захватить рабочего, хай захватывает. так, так, сюда отправлю. Вот сюда будем убивать апостола. из Иерусалим хочет торговый путь. Так, а в Иерусалиме вообще там 11 послов чьих-то. 10. Не, пожалуй, мы не будем в Гонконг. блин. Тут постою там два арбалета, два земли мирового влияния вообще бессмысленными, минус 8 вход. Так, этот рабочий тут поплывет немножко поисследовать. Как вы думаете, армада броненосцев ваншотает капер? А я не думаю, я уверен, что ваншотает, поэтому этот капер мы просто отдаем в жертву. Блин, но я тут конечно с этого с грабежа поднимаю очень много. Тут надо будет рыбацкие лодки, мы полечимся. Конечно, очень хочется карточку поставить. Ну вот, давайте посмотрим, сколько стоит. 290. Но я бы следующим ходом заплатил поставить карточку на разграбление, что-то на 50% больше получаем. Так, кампусы в Ратамагусе достраиваются, в Багакуме в Тарване достраиваются, в Самарабриве есть вот, в Дивадуре есть, в Наведуни есть, в Саликаде. Так, крути, во всех городах здесь у меня кампусы будут. Отлично, немножко начнем догонять по науке, но, конечно, отстаем мы прилично. Австралия в информационной эре, я в промышленной. Кстати, скажите, где вы к этому ходу находитесь? Интересно, просто сейчас уже серия заканчивается, продолжение в следующей серии будет, но можно посмотреть, ну, сотый ход. Вот, на сотый ход получается я открываю научную теорию сейчас. Кстати, глянем, убьют. Кстати, а нам не убил броненосцы не убили нам. То есть, самая дальняя теха у нас, ну, вот, в общем-то, индустриализация, научная теория, баллистика, сотый ход у меня. Где находитесь вы? Я бы, кстати, пошел в броненосцы, между прочим. Угля у меня много, и это надо будет использовать. Но, опять же, повторю, это в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут поискать продолжение прямо сейчас. И как у вас, как у вас происходит в вашем прохождении, тоже интересно, рассказывайте. Всем пока, играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok